Вчера в ближних окрестностях Екатеринбурга в борьбе за экологию едва не сел в тюрьму водитель мустровоза, едва не убивший, совершенно умышленно, активист общественника, поймавшего его за руку на месте экологического преступления. В уголовное оно чутка не переросло в карьере под Шабрами. Это поселок, подчиненный Чкаловским районным властям Екатеринбурга. Точнее, в одном из карьеров, коих тут множество. И щебень здесь добывают и тальки, и мрамор, есть и заброшенные. Вот в один из них и повадились гадить некие предприниматели, а местные жители, как могут, их борют. И вот позвали они на помощь активистов Российского экологического общества. И вот рассказ одного из них, цитата по Е1. Мы приехали по жалобам местных жителей. Они сказали, что на территории карьеры незаконная свалка мусора. Водитель самосвала как раз сваливал мусор. Мы ему сообщили, что он действует незаконно. Он молча закрыл дверь, перестал выгружаться и через секунд 30 резко начал газовать. А активисты просили его остановиться. Он пытался сбить человека, но тот успел запрыгнуть на бампер и зацепиться. Вскоре полиция и скорая на месте зафиксировали произошедшее и оказали помощь пострадавшему от ушибов в результате действий пытавшегося свалить самосвальщика. Выяснилось, что тот разносчик мусора, там где нельзя, но зато бесплатно, принадлежит ООО «Лайтком». Так вот этот самый ком специализируется в том числе и на сборе мусора. По идее, после таких сборов мусор полагается отвозить на легальную свалку, платить немало денег за каждую машину. А тут и недалеко, и задарма. Ну а то, что местная бухтян, так наплевать, деньги же не пахнут. А наглость вообще второе счастье. К этому делу еще одна цитата по Е1 директора ООО «Лайтком» Евгения Пенского. Водитель никого не давил, общественник сам запрыгнул на машину. Видео – это только фрагмент, оно не отражает полной ситуации. Конец цитаты.